Что продаёте, ещё раз говорю? Не знаю. А как выглядит то, что вы продаёте? Пакетика. Что пакетика? Да не знаю, я его как это называю. Ну что, жидкость, хорошо. Хорошо. Сегодня очень много желающих обогатиться за счёт чужого здоровья. Наркополицейские стараются на несколько шагов опередить продавцов смерти. Судя по количеству сбытчиков, сидящих за решёткой, сотрудники наркоконтроля отлично справляются со своей задачей. За последние два года изъято свыше 50 килограмм наркотических средств. Пресечена деятельность 15 организованных групп, занимавшихся распространением психотропных веществ. Обстановка на территории города Куртанапа в целом благоприятная за счёт наших усилий по борьбе с наркопреступностью. Но всё ещё есть чем бороться и чему делить внимание. Но думаю, вскоре мы искореним эту заразу наркотическую полностью. Главное, чтобы нам в этом помогало общество. И такие институты общества, как семья, воспитание детей в школе. Потому что в основном, основной категорией наркопотребителей являются дети школьного подросткового возраста. А это кадры совсем недавнего оперативного захвата. Реализацией наркотиков занимались двое. С помощью интернета продавали запрещённые вещества. Преступная группа имела хорошую конспирацию. На протяжении семи месяцев работал весь отдел. Изъяли большое количество наркотических средств. Наркотик они изготавливали сами, фасовали у себя, разводили. Потом также потребителям сообщали места и тайники, где находится наркотик. Потребители деньги за наркотическое средство пересылали им путём электронных платежей. После чего получали адрес местом закладки. Этот день сотрудники ведомства провели на работе. Даже в свой профессиональный праздник, не покидая пост, защищая спокойствие граждан и продолжая бороться с преступностью. Рабочий день у нас ненормированный. Целыми днями мы занимаемся работой, выявлением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Тяжело морально, физически, но если это призвание, то человек всегда будет готов трудиться на благо Родины своей. Благодаря работе наркоконтроля очень часто зелье не доходит до своих покупателей. Каждый задержанный продавец отравы – это, возможно, десятки спасённых жизней.